В 20 веке люди, совращенные экзотикой, заряженные любопытством и страстью к приключениям, отправлялись в рискованные и опасные путешествия за новыми впечатлениями, научными изысканиями и деликатесами. Добрый день, друзья, с вами Ян. Давайте попробуем узнать, кому удалось попробовать мясо мамонта на вкус. Клуб первооткрывателей был создан в 1904 году и принимал в свои ряды ученых, исследователей и путешественников со всего мира. Среди россиян это были Чуков, Сенкевич и Дроздов. И чтобы вы понимали, насколько опасными были их приключения, одна из исследовательских групп в составе 50 человек отправилась в верховье реки Морони во французской Гвиане, в район гор Тумукхумак, на границе с Бразилией. Вернулся лишь один человек. По счастливой случайности он спал на дереве и был скрыт листвой деревьев, когда на исследовательскую группу напали индейцы Ойякули. И подобные события случались постоянно. Тем не менее, помимо риска и сбора ачивок первачей, деятели клуба возвращались в Нью-Йорк с потрясающими историями и делились ими на ежегодном ужине. По традиции привилегированных клубов, деликатесы на званом вечере подавались сплошь экзотические. 13 января 1951 года организаторы вечера пообещали отправить членов клуба в прошлое с помощью деликатеса, замороженного во льдах. Столу участников вечера собирались подать мясо гигантского ленивца Мегатерия, найденного в вечной мерзлоте на Алиутских островах. А также японских крабов-пауков и суп из зеленой черепахи. До 80-х годов в клубе состояли только мужчины, и по этому череду научных лекций должно было разбавить мероприятие «Этнологическое безумство» с участием самых красивых девушек с разных уголков земли. Однако один из участников клуба по совместительству «Журналист», рекламируя мероприятие, исказил информацию, заменив ленивца на мамонта. И все поверили, даже участники вечера. Это прекрасный показатель невежества и легковерия. Раньше крутым считалось есть мамонта, хотя что мамонты, что миллениалы, все хотят выпендриться. Мясо мамонта привлекло кучу гостей на мероприятии, и здесь стоит отметить стоимость угощений. Первоначально кусочек мамонта и коктейль со льдом, доставленным прямиком с Аляски, оценили в 46 долларов. Если переводить на нынешнее время, то это 495 баксов или 47 тысяч рублей. Впоследствии цены снизили до 102 долларов для участников и 123 долларов для гостей. После ужина удовлетворенные гурманы назвали блюдо с мамонтом ленивцем, особенно восхитительным для ценителей эпикурейство. Суть философии – живи кайфу и не страдай. Тем не менее, не спеша делиться подробностями об его вкусе. Лишь в газете «Амаха Ивнинг» писали, что оно похоже на ростбиф. Вот вроде бы и все. Однако! Всегда есть однако! Однако один из членов клуба, Пол Хоус, не смог присутствовать на мероприятии, но желал получить образец мяса в качестве экспоната в своем музее. Тогда организатор ужина Уэндл Додж отправил ему образец мяса, поместив в этанол. И забыли об этом образце аж до 2001 года. На тот момент кусочек мяса находился в Ельском университете и привлек внимание местных аспирантов, которые решили его исследовать. Каково же было их удивление, когда оказалось, что мясо не мамонта и даже не гигантского ленивца, а зеленой черепахи. Суп из которой, кстати, подавался на том же мероприятии. Мясо зеленой черепахи всегда считалось деликатесом. А потому закономерно, что в наши дни вид имеет статус вымирающего и занесен в Красную книгу. Слово, еще в середине 20 века их численность еще была стабильна. Виноваты гребаные гурманы. Тем не менее, историей о поедании мамонта отметились и наши соотечественники. В 1901 году в Кемеровской области палеонтологическая экспедиция наткнулась на тушу хорошо сохранившегося мамонта. Сейчас его чучело можно найти в музее Зоологического института Санкт-Петербурга. А вот его мясо, по легенде, приготовили на ужине в честь обнаружения оного мамонта. Местные газеты широко освещали тот ужин. Трепло! А теперь к вопросу, возможно ли вообще съесть мясо мамонта. Нет? Вечная мерзлота разрушает клетки тканей мяса, превращая его в жироподобное вещество – адипоцир. На вид мясо действительно кажется свежим, красным и без тухлого запаха. Однако при жарке оно превращается в липкую, бурую жижу. Тем не менее, желание использовать мамонта как красную тряпку для доверчивых потребителей все еще живо. Австралийская компания Wow, занимающаяся разработкой технологии выращивания искусственного мяса, создала аналог мяса мамонта, используя генетический материал этого вымершего вида. С благой целью продемонстрировать людям потенциал мяса, выращенного из клеток, не прибегая к убийству животных. Компания создала мясо химеры. Ведь аналог мяса мамонта получился лишь из части ДНК настоящего мамонта. Недостающий материал позаимствовали у африканского слона. Притом неизвестно соотношение африканского слона к мамонту. Получившееся ДНК вставили в клетку овцы и вырастили в биореакторе. Получившуюся огромную фрикадельку пока никто не пробовал, даже сами создатели. Мы не видели этого белка тысячу лет. Мы понятия не имеем, как отреагирует наша иммунная система, если мы это съедим. Действительно, учитывая, что получившееся мясо и не мамонта вовсе. С вами был Ян. Вкусных историй вам!